здравствуйте дорогие зрители подписчики и гости нашего канала вы смотрите цветы в доме комнатные растения и сегодня мы с вами поговорим о способах размножения бугенвилии бугенвилии культивируемую в комнатных условиях размножают трема способами черенками наиболее часто этот экзотический цветок размножают черенкованием так как данный способ самый легкий и эффективный заготовку черенков проводят в июне для этого выбирают полуодревесневшие побеги для того чтобы не испортить внешний вид растения надо на черенки срезать те ветви и побеги которые не цветут загущают крону либо растут внутрь нижнюю листву обрывают на укоренение черенки высаживают в субстрат из песка и торфа который засыпают в стаканчик который затем накрывают пленкой или в контейнер с крышкой места среза следует обработать для начала угольным порошком а потом средством стимулирующим образование корней например это может быть циркон корневин и так далее поддерживайте почвосмесь постоянного влажном состоянии а подходящая температура воздуха должна быть около 25 26 градусов цельсия черенкам потребуется регулярное проветривание а поливают их тогда когда это необходимо убрать укрытие надо после того как черенок тронется в рост чтобы укоренение прошло лучше понадобится подсветка и нижний подогрев черенок даст корни примерно через 6 8 недель после чего проводят его пересадку в горшок в высоту достигающей 7 9 сантиметров которые заполняют почвосмесью состоящей из листовой земли компоста торфа и песка пересадку надо провести с особой аккуратностью так как хрупкие корни можно легко травмировать либо оторвать за стволик молодой кустик тянуть нельзя лучшим вариантом станет разрезать стаканчик в котором черенок укоренялся пересаженная растеница помещают в прохладное около 20 градусов светлое место для доращивания после того как длина побега будет равна 5 сантиметрам проводят их прищипку когда емкость будет заполнена корнями кустик пересаживают в более крупный горшочек на дне емкости перед посадкой надо сделать хороший тренажный слой молодому растеницу понадобится обильный полив однако следите за тем чтобы в субстрате не наблюдалось застоя жидкости некоторых случаях нарезку черенков проводят в феврале или в марте на них должно находиться по две либо по три почки все нижние листовые пластины обрезают а те что растут сверху укорачивает на одну вторую часть тем самым уменьшается площадь испарения влаги что очень важно в процессе укоренения черенок на 24 часа убирают в стакан наполненный раствором препарата стимулирующего формирование корней гетероауксин либо корневин далее укоренять зимние черенки нужно точно так же как и летние воздушные отводки размножение воздушными отводками проводят круглый год по мере необходимости возьмите небольшую емкость и наполните ее увлажненной почвосмесью затем ее ставят неподалеку от растения на родительском кусте следует выбрать не одревесневший молоденький побег и на том участке где планируется его укоренение надо нанести царапинки или сделать надрезы для стимуляции роста корней после этого подготовленный побег нужно пригнуть к поверхности субстрата в емкости следите за тем чтобы участок с царапинами плотно прилегал к почвосмеси после того как у отводка отрастут свои корни его отделяют от родительского куста и отсаживают в индивидуальную емкость бугенвилия из семян вырастить бугенвилию из семян непросто главная сложность заключается в получении семян так как комнатных условиях отсутствует насекомое которые осуществляют опыление в природе цветки опыляют маленькие птички калибри встречающиеся только субтропиках и тропиках семенной материал можно приобрести в специализированном магазине однако чтобы получить из него сеянцы потребуется большое количество времени и сил высев семян проводят с последних дней февраля до второй половины апреля для начала подготавливают плодородную рыхлую почвосмесь состоящую из торфа листовой земли и песка все в равных частях при желании можно взять готовую земляную смесь для рассады цветов высев проводят в контейнер с крышкой рекомендуется провести передпассивную подготовку семян для этого их на несколько часов помещают в раствор любого биостимулятора посев проводят в увлажненную почвосмесь при этом семена заглубляют всего на половину сантиметра дистанция меж семечками должна быть в пределах 20-30 миллиметров когда посев будет завершён емкость накрывают крышкой чтобы сеянцы показались быстрее им понадобится тепло около 26 градусов также рекомендован и нижний подогрев в этом случае следите за тем чтобы температура субстрата всегда была равна 30 градусам сеянцам понадобится систематическое проветривание и полив по мере необходимости который проводят с помощью пульверизатора используя для этого хорошо отстоявшуюся теплую воду еще сходом понадобится большое количество света поэтому в холодное время года мини теплички потребуется досветка для этого устанавливают фитолампу либо лампу дневного света первые сеянцы могут показаться спустя примерно 8 12 недель как только это произойдет укрытие съемкости убирают если всходы густые то их следует распикировать по индивидуальным стаканчикам но только после того как у них сформируется два либо три настоящие листовые пластины когда кустики подрастут и окрепнут их пересаживают в маленькие горшки на дне которых делают дренажный слой почвосмесь используют ту же что и для посадки взрослых экземпляров затем цветы убирают на постоянное место и ухаживают за ними также как и за взрослыми растениями ну а как это сделать вы можете посмотреть в отдельном видео на нашем канале ссылочку я оставлю вам в описании под этим видео и собственно вот и все у нас на сегодня но поделиться с нами своим личным опытом или мнением можно в комментариях а с вами был канал цветы в доме комнатные растения если вы еще не успели подписаться то подписывайтесь и вы будете знать все секреты и нюансы выращивания своих комнатных растений а я же всех благодарю за оценки к видео и всем пока до следующих встреч